добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня решил вместе с вами сделать эксперимент поставить эксперимент или как на одном канале говорят экскремент эксперимент какого плана значит один из подписчиков написал мне в комментариях задал вопрос по поводу выпила 15 такой вот зарядное устройство сможет ли это зарядное устройство в режиме буфер в буферном режиме восстановить аккумулятор не аккумулятор улучшить сразу давайте оговоримся что восстановление я не верю я вот такой вот хотя очень доверчивый невзирая на то что уже по 40 лет возраст но до сих пор я еще как бы очень сильно доверчивый человек буквально года два того назад только перестал верить дед мороза это если бы у меня не наебал то я думаю что верю до сих пор так суть дела не в этом ночь прочитал я в этом на вау берись и про вот это зарядное устройство что она такая раз чудесная любые типы батареи вытаскивает и работает без проблем владельцу этого устройства достаточно ковыряться в носу когда она выполняет эту работу но повелся короче повелся и парочку заказал такие таких говно устройств посмотрел несколько роликов на ю тубе где там чуваки расхваливали это чуть ли не самое лучшее достижение в мире повелся взял немножко поработал нужны были зарядные устройства мне для предзаряда и для основного то есть для абсорбации то есть для первого цикла и я решил что этим устройство в принципе должны подойти поэтому парочку приобрел брал еще тогда там же на вау бересе вот эти вымперы 57 великолепные устройства считая их если не самыми лучшими то одним из лучших устройств и прихватил еще вот этих пятнашек по заряду по заряду по основному заряду это очень отвратительно устройство я никому не советую приобретать для этих целей потому что ни одну батарея она не расшатает и заканчивает свою работу я думаю что на одном или на полтора ампера что явно недостаточно чтобы полностью зарядить батарею также она в режиме буфера там пытается что-то сотворить и вот что она хочет сотворить с аккумулятор мы попробуем с этим разобраться улучшить это сможет ли это устройство улучшить параметры аккумулятора благодаря вот этому вопросу я тоже заинтересовался этим моментом и на есть у нас экспериментальные кролики эти кролики в роли этих кроликов выступят мои оборотные батарейки выберем самые хреновые которые так здесь у меня 53 у меня на руках и две я уже благополучно знал не знал продам прикупаю оборотные батареи на зиму дабы работа не стояла и возьмем так вот возьмем вот эту вот браво вот она уже успела запылиться недели две наверное она в работу не уходила и вот этот кайнарчик кайнарчик тоже у меня просевший хреновенький по параметрам батарейка хотя восемнадцатого года но дело в том что вот я уже писал про электролит у нее пришлось заливать другой новый электролит потому что батарея была пробита я его взял пробитой одна банка была сухая залил электролит и у батареи как следствие после заливки электролита появляется увеличенный саморазряд также в не просевшие параметры потому как клиенты раза три наверное и высаживали в нее в полной доли каждая просадка конечно же влияет на параметры эта батарейка эту батарейку я купил она так 19 года три года этой батарейки эту батарейку я тоже купил по случаю она была полностью высаженная и как бы уже на тот момент при покупке она не вытягивая этих параметров сейчас сделаем замеры и будем закидывать их под 15 лентю пока ставлю на паузу займемся диагностикой этой этих батарей перед началом работы я батареи мою мою секретной жидкостью но для подписчиков не ничего не жалко и раскрою этот секрет состав этой жидкости значит она состоит из двух ингредиентов это волшебный вот водопроводной воды и супер моющего средства либо ферри либо я использую обычное жидкое мыло несколько капель растворяя в этой волшебной водопроводной воде и получаем изумительный раствор для мытья аккумуляторов вот так это дело обстоит рекомендую советую не надо пользоваться всякими там судовыми растворами как многие это делают рекомендуют потому что и тряпочка вот смотрите идеально все вытирается удаляется удаляется так же кислота электролит так как любое мыло и любое моющее средство содержит щелочь ту же самую щелочь которая содержится и содовом растворе только содовый раствор образует разводы этот раствор не образует образует блеск на аккумулятор так сейчас промою и вместе с вами начнем делать замеры ну вот ополоснули аккумуляторы и давайте будем делать замеры друзья сразу скажу что я хорошие аккумуляторы на обороте не держу потому как пара хороших аккумуляторов начале перестали отвечать на мои звонки потом еще и заблокировали мой телефон чтобы я не дозвонился когда я пытался попросить их вернуться на родину так эта батарейка у нас 480 ампер посмотрим что она из себя представляет поэтому параметром не удивляйтесь мне нужно чтобы клиент от меня уехал и потом в дальнейшем не расслаблялся в том плане что в любом случае вернулся за своей батарейкой так 36 процентов у нас по суху заряд полный показывают так 36 ну нам в принципе такие батареи нужны для нашего эксперимента так 288 ампер 288 ампер пусковой ток и напряжение 1288 батарея отстоялась так сопротивление 956 смотрим показатели видите то что ты и фокус давайте вот так вот сконцентрируем фокус вот так видно да и надеюсь так давайте меряем теперь вот эту батарееку так здесь у нас 540 должно быть по идее ну это батарейка пободрее нрц вот эта батарейка у меня блин может нее другую это батарейка у меня стоит на постоянном буфере на и bp источник бесперебойного питания который я также использую для немножко для улучшения характеристики батареи ну момент ну короче давайте наверное будем использовать другую батарею поэтому потому что вот здесь нрц видно что она перезаряжена давайте я возьму другую батарейку ну вот поменял батарею этот аккумулятор она была штатная на какой-то там шевроле кроссовер было было и потом попала ко мне так 515 за я 512 заявлено по иену пусковой толк ну мы давайте 515 поставим посмотрим что нам это батарейка покажет так 54 98 нрц вот 1261 как раз само то что нам требуется так давайте запишем показатели 54 98 пусковой 381 напряжение 1261 1261 сопротивление 724 724 так плотности здесь у нас надо вскрывать батарейку вскрывать мы и не будем я думаю что до лета эта батарея отгоняет я и бога прочно знал уйти так здесь у нас плотность 129 129 что неудивительно уровень маленький сейчас мы добавим уровень за всю зиму эта батарея ни разу не обслуживалась у меня просто я забыл где эти батарейки обслуживают поэтому и она практически постоянно была у меня в работе то есть прыгала с машины дома на машину и правило у всех батарей у всех моих оборотных батарей прожатые полюсные вода потому что все боятся их потерять чтобы они не выпрыгнули из-под капота и как правило клеммы тянут без без тормозов так ну что будем закидывать эти батарейки зарядный бокс давайте закинул и сделаю следующее включение записи я думаю что вам не интересно будет как я их туда впихиваю не интересно будет смотреть на это итак друзья закинули мы зарядные боксики вот один у нас кролик подопытный здесь давайте подключим это зарядное устройство ох какая красивая красная лампочка загорелась изумительно красивая и плавненько передвигаемся ко второму а вот второй также у нас зарядном боксики но с этой батарейкой у нас будет возможность понаблюдать с этим зарядным устройством еще и за напряжением вот такой у нас вольтметр мейтинг чайна неплохой и давайте включаем ой какая красивая красная лампочка загорелась и как видим наша пятнаха вступила в работу так приехали клиенты и интернет а нет или клиенты клиенты так посмотрим за динамикой и сделаю включение на максимальном напряжении вот он уже идет на максимальном напряжении на котором этот это пятнашка у нас зависит пока выключаем запись прошло буквально 10 минут и вымпел который у нас на брау начал нам подмаргивать то есть погорел погорел красным цветом и начал нам симафорить так далее у я водички по 30 миллилитров эту моторику опять раздавил свой стеклянный ориометр поймал небольшой инфаркт так вот залил по 30 миллилитров и у нас плотность 1,28 на 1,28 железный переметнулись мы ко второму нашему в мп очка тоже буквально 10 минут и начались у нас подмаргивание смотрим за напряжением что у нас здесь происходит вот так вот ох как он лихо обрабатывает наш корейский аккумулятор так 14 7 потолке 13 8 и вот такими импульсами он пытается добить эту батарейку значит что друзья так как мы решили посмотреть сможет он буферного режиме произвести сурфатацию так у нас у нас у нас 3 апреля и дня три мы позволим этому вымпелу по извращаться с нашими аккумуляторами и после трех дней будем делать еще за мячик я думаю еще пару раз я включусь посмотрим что за напряжением которое будет у нас в буфере думаю несколько включений еще перед окончательным перед завершением ролика и выводами еще будет поэтому пока останавливаю запись проработали мы в режиме буфера порядка шести часов около шести часов и давайте сделаем предварительные замеры так это не ко мне клиент нет сделаем предварительные замеры вот он нам в импилочек гриви гривенник подмигивает подмаргивает что-то там пытается с батарейкой сделать и будем следить за динамикой будем делать замеры в начале рабочего дня и после работы чтобы проследить за динамикой ну-ка давайте отключим начнем с этого с браво название такое интересное а комовский а комовского батарейка ну такая бюджетный сегмент и так ну давайте что нам дали 6 часов буферного режима 480 ампер так было 36 стала 43 nrc 1358 317 ампер у нас уже появилась было 208 8 и сопротивление 869 было 956 но какой-то результат положительный уже есть но я думаю этот результат пока это можно списать на то что мы батарейку слегка вот зарядили и корректировали плотность так ну давайте переметнемся следующий нашим следующему нашему кролику и посмотрим на параметры той батарейки там батарейка тоже было просевшие так пока ставлю на паузу так вот 2 2 батарейка также нам 2 выпил также нам под марки вает время от времени и вот такие импульсы по напряжению видно что они немножко бы было доходили до 14 7 они ты сейчас 14 7 в пике 14 7 и идет сброс до 13 8 вольт так ну давайте посмотрим что же у него с параметрами так это у нас 515 до 1 6 часов буферного заряда 515 изумительно прекрасный результат 72 процента по суху 633 сопротивление было а так 72 процента было 54 сопротивление было 724 сейчас на текущий момент 633 нрс 1360 и пусковой ток 437 ампер что ж друзья ну-ка ну-ка продолжая что хочу сказать по поводу вот таких буферных зарядов регулярно пользуюсь и бпп источники бесперебойного питания для именно десульфатации длительной и восстановление приносит неплохие результаты вот умеет несколько штук здесь вот здесь парочка и там вот внизу немножко надо порядок навести для этого нужно вдохновение по моему приехали клиенты до приехали клиенты на сегодня прекращаем запись итак друзья пролетели сутки после начала нашего экскремента вот как видим вымпел потихонечку подмаркивает нам еще что-то пытается с нами как-то договориться давайте начнем с этой батарейки как обычно с плотности и плотность у нас в этой батареи выросла до 1 30 честно говоря положа руку или ногу на сердце я вот эту батарейку этой батарейки не уделял должного внимания как прикупил сразу улетела в оборот заряженная заряженная оказывается скорее всего в нее предыдущий владелец наверно заливал заливал электролит сейчас мы сделаем корректировку давайте посмотрим что нам эта батарея выдаст на конвей спустя сутки нашего эксперимента и и и и и и и и и вторая 56 процентов 327 ампер выдает nfc 13 59 сопротивления 845 По завершению этого эксперимента я распишу это на бумажке И вместе с вами мы посмотрим на динамику этого процесса Имеет смысл работать в буфере на пятнахе или не имеет Так, ну давайте перепрыгнем сюда и смотрим, что этот пятнадцатый вэмпел тоже нам... Блин, телевизор надо сделать тише Жить доступно благодаря журналам открытого доступа Они берут деньги не с подписки авторов статей Так, как видим, так же подмаркивает И давайте посмотрим, что нам выдает Волтметр Так, падение до 13,8 И импульс с максимальным напряжением 14,7 Это у нас окончание заряда по импульсу И потом идет снижение до 13,8 И довольно-таки пока еще часто это дело у нас происходит Давайте посмотрим, что нам выдаст Шестисотый наш почти Мерседес Канвей Пора бы уже приобрести новенький тестер Ну, этот пока работает Свою задачу выполняет Ну, уже подумал о приобретении что-нибудь поновее 71% В прошлый раз, по-моему, было 72 Как бы не пошло снижение Так, АКБ исправно 434 Пусковой И 637 Милли Ом Так, подниму Предыдущую видеозапись И, наверное, буду укладывать все на листочек бумаги Потому что в голове Это все Почему-то не укладывается и не сохраняется Так, ну что Пока Делаем остановку И следующий замер будем делать в конце рабочего дня Сегодня у нас уже сутки прошли Так А, блядь Вот так вот Да 4 Апреля Почти сутки Стоп-машина Так, друзья 18-10 По-прежнему У нас четверг Ой, блядь Четверг 4 апреля Че у нас сегодня Понедельник, да И Продолжим наш ролик Итак, друзья 15-й вымпел Нам еще подмаргивает Правда, не так весело Как Подмаргивал до этого Но Продолжает Работать Значит, что мы сейчас будем делать Сейчас мы сравним Показания Показатели Которые Были У нас До этого Вот Вот эти параметры Я их записал на отдельный листочек И Если мы увидим Что параметры Ухудшаются То Работу с этой батареей Мы прекратим Не только с этой Но еще Со второй батареи Со вторым нашим Подопытным кроликом Мы будем прекращать Клиенты Клиенты Не ко мне Нет, это не клиенты Это просто люди С этой батареей Прекращать Дабы ей не навредить Потому что Вот такие Импульсы Ну Они не могут продолжаться Очень долго Буферный режим Буферный режим В этом Зарядном устройстве Честно говоря Мне Не нравится Вот эти За счет Резких скачков Напряжения Такие скачки Напряжения Они Ну Будем так говорить Я считаю Что они К хорошему Не приводят Своего рода Качели И Злоупотреблять Этими качелями Нельзя Буферный режим В моем понимании И Не только В моем Понимании Неправильно выразился Не в моем Понимании Он должен работать На отсечке То есть 13,8 вольт И Отсекаться При Малейшем При малейшем Снижении Напряжения Но Заряд Должен Поддерживаться Минимальным Током В районе Допустим 13,8 13,5 Но Буферный режим От 13,5 До 13,8 Наиболее Такой Эффективный Очень Прекрасно Этот Буферный режим Поддерживают Источники Бесперебойного Питания И Я Частенько Этим Как бы Пользуюсь Вот Одно Из таких Устройств Которые Я постоянно Использую Для того Чтобы Батарейку Немножко Рассульфатировать И улучшить Ее характеристики На самом Деле Характеристики Улучшаются Но До бесконечности Они конечно Улучшаться Не могут Батарея Имеет Свой Ресурс И Износ Никто Не отменял Поэтому Говорить О том Что Какой-то Буферный Режим Либо Какие-то Качели Смогут Вытащить И Восстановить Батарею Ну Это Это Неправильно И Будем Считать Даже Глупо И Вредно Так Ну Давайте Снимем Показатели Показатели Некорректные Но Для сравнения Так Как мы делали До этого Некорректные Снимали Показатели Нам Интересна Динамика Этой Батареи В какую Сторону Она будет Двигаться Если Мы Не Увидим Улучшений Либо Мы Увидим Улучшения Не Улучшения А Ухудшения Параметров Значит Работа Будет Немедленно Прекращена Потому Что Мы Умотаем Остатки Параметров В этой Батареи Так 46 Что У нас Было 46 327 8 45 Параметры За Почти 7 Часов Работы Нисколько Не Поменялись Нисколько Не Поменялись Значит Мы Этим Самым Просто Толчем Воду Ступим Заряд Работу С этой Батареей Прекращаем Сейчас Снимем Параметры На той С той Батареей И Я Скажу Своё Заключительное Слово И Мы Вместе С вами Сделаем Окончательные Выводы По Этому Зарядному Устройству И По Данному Методу Вот Как Мы Видим Также Эта Батарейка Продолжает Вернее Это Зарядное Устройство Продолжает Долбить Теми Же Самыми Импульсами До 14,7 Вольт Со Снижением До 13,8 Сейчас 13,8 И По Щелчку О 13,7 Кратковременно Видели 14,7 И Пошло Снижение То Есть Вот Такие Ударные Импульсы Вот Такие Ударные Импульсы Давайте Снимаем Снимаем Крокодильчики И Делаем Замер Этой Батарейки Параметра Батарейки И Делаем Выводы Что-то Фокус Не хочет У нас Сфокусироваться Вот Так Вот Не Само Обычная 515 Так Обачки Ну Что Друзья Что В принципе И следовало Ожидать Параметры У нас Начали Проседать Проседать Бляха Муха Как же Третью руку Нам Не Нужно Как же Необходимо Итак Мы Видим Что Вчера Вечером Мы Видели На Конвое 72% По Соху 7 часов Тому Назад 71% Сейчас Мы Уже Видим 68% То Есть Пошло Явное Снижение Это Хорошо Что Я Делаю Экскременты Эти На Своих Личных Батареях На Тех Батареях Которые Ну За которые Мне Не придется Потом Краснеть А Теперь Давайте Друзья Сделаем Выводы По Вот Этому Устройству Так Надо Отключить Его От Сети Я Вначале Назвал Его Говно Устройством И В принципе Как Оказалось Как Показала Практика Оказался Прав Бляха Муха Где Она Подключена Куда Я его Втыкнул А Вот Она А Нет Как Оказался Прав Это Устройство Практически Ничего Не Может И В Буферном Режиме С Ним Работать Тоже Чревато Как Мы Увидели Ну Буквально За 30 Часов За Три Часов Одна Батарейка Начала Проседать Но Ее Поймали Это Вторая Батарейка Которая Корейская Она Просила Конкретно Конкретно На 4% 4% Посох Проседания Это Я считаю Ну Это Не Есть Нормально Вот Эти Импульсы Кто-то Там Ротует За Качели За Все Прочее До Качели До Определенного Периода До Какого-то Определенного Момента Они Возможно Делают Свою Работу Улучшают Характеристики Батареи Но Открою Маленький Секрет Если бы Мы С вами Работали На 57 Вымпеле С Этими Батареями Мы Выбили Б Если Не Учшие Показатели То Те Же Параметры Которые Мы Увидели Изначально Которые Нам Начали Изначально Нравиться Мы Бы Там То же Самое Увидели Что Хочу Сказать По этому Зарядному Устройству Ну Взял Купьё Ладно Стоит Не мешает Какие-то Задачи Оно Выполняет Но Не Рекомендую Его Использовать Для Батарей Ниже 60 Ампер Потому Что Как мы Видим Бьёт Импульсами Работает Зарядное Устройство По Напряжению Не По Току То Есть Изначально Задает Максимальный Ток По Достижению Я Не знаю 14 7 Вольт Я Честно Говоря Вот Такой Задачи Не Был Напишите В Комментариях Я Сделаем Еще Один Экскремент По Каким Алгоритмам Работает Это Зарядное Устройство Если Появится Какой-то Интерес Не вопрос Запилим Вместе С вами Этот ролик И посмотрим Как оно Работает Ну На мой Взгляд Почему Я говорю То Что Оно Не Допиливает Батарею Даже В режиме Абсорбации После Того Как Оно Начинает Нам Подмаргивать Изредка Я Снимаю Зарядное Устройство И Чтобы Допилить Его Я Ставлю На Китайское Зарядное Устройство Вот На Вот Это Которое Наиболее Мне Нравится Которое Херачит До Полного Снижения Зарядного Тока Вот Такое Вот И 1.2 Ампера Бывает Бывает 1 Ампер Оно Еще Выдает И Работает С Ним До Победы А Вот Это Вот Вымпевок Наш Гаремыка Заканчивает Работу Раньше Для чего Ну Не знаю Может где-то Подзарядить Просто Нас Корячок Вот И Все Его Возможности Полный Полный Заряд Полную Абсорбацию Эта батарея Даже абсорбацию Я не говорю Уже о том Чтобы У нас Появилась Какая-то Плотность Это Зарядное Устройство Сделать Не В Состоянии И Оно Этого Сделать Не Может Поэтому Вот Как-то Так Получился У нас Экскремент Пишите В принципе Этот Эксперимент Я затеял Не по Просьбе Подписчика А По вопросу Который Он мне задал По этому Устройству Я Не любитель Экспериментов Не люблю Экспериментировать Но Если Возникнут Какие-то Вопросы Интересы Батарейки У меня есть Над чем Можно будет Поэкспериментировать Давайте Поэкспериментируем Вместе Наберемся Какого-то Еще Какого-то Опыта Еще Каких-то Знаний Приобретем И Будем Продолжать Работать На чужих Батареях На чужих Батареях Я Экспериментов Друзья Не делаю Повторю Чтобы Мне Потом Не пришлось Краснеть За свою Работу Заряд Нужно Вовремя Останавливать Друзья Запомните Одну Простую Прописную Истину 4 литра В 3 литровую Банку Вы В жизни Не зальете Поэтому Нужно Смотреть Исходя Из того Смотреть На параметры Первичные Батареи Потому Как Батарея Принимает Заряд По Сроку Службы Этой Батареи По То есть По Эксплуатации Этой Батареи В каких Условиях Эксплуатировалась Батарея И делать Какие-то Свои Выводы Может Быть Где-то На Основе Чуть ли Не Интуиции Но Предусматривать Предугадывать Вы тоже Должны Вот Такая Работа Это Может Как Сапера Лиминера Интуиция Здесь Тоже У нас Должна Быть Так Ну Многие Пишут Почему Ты Не Придерживаешься Рекомендаций Производителя Ну Во-первых Потому Что Производитель Может Рекомендовать Свои Рекомендации В отношении Только Новых Батарей А не Тех Батарей Которые Прошли Крем Рем Медные Трубы Которые Эксплуатировались В различных Условиях И Которые Ведут Себя Абсолютно По-разному Поэтому Друзья Вот Как-то Так Всем Добра Удачи Здоровья Всего Самого Наилучшего Друзья Мирного Неба Над головой И Естественно Берегите Свои батарейки Всем Пока Субтитры Субтитры